Давайте мы шестой пока пропустим, потому что это немножко мы потом попозже будем разговаривать. Поговорим об этом, когда мы говорим о дисциплинировании ребенка. И пойдем на седьмой. Седьмой правиль. Будьте настойчивым, но не агрессивным. Вот важно понимать вот эту разницу между настойчивостью в выполнении поставленных задач и в агрессивности в выполнении задачи. То есть настойчивый человек, вот мы сейчас разницу давайте рассмотрим. Он уважает других людей. А агрессивный человек слышит только самого себя. Настойчивый человек действует в соответствии со своими убеждениями. И умеет убеждать людей. А агрессивный навязывает свое мнение. Вот чувствуете, да, разницу? Настойчивый человек собирает вокруг себя единомышленников, и они вместе ищут, как можно лучше всего достичь цели. А агрессивный человек идет по головам людей, лишь бы достичь того, чего он хочет сам. И он собирает вокруг себя рабов, которые ему будут помогать достигать цели. Вот чувствуете разницу? Один уважает, другой слышит только себя. Один имеет убеждение и убеждает, а другой навязывает свое мнение. Один собирает единомышленников, а другому вокруг важны рабы, которые ему помогут идти вверх. Вот она разница. Поэтому стремитесь к единству при наличии разномыслия, об этом еще Павел писал, что оно должно быть у вас. Обязательно, иначе как вы будете обсуждать вопросы, проблемы, как вы будете находить и помогать ребенку расти самому, принимать какие-то решения? Не тормозите взросление ребенка. То есть сверхопека не нужна. Дайте возможность ребенку самому подумать о своей профессии, о своем призвании, о девушке, с которой он собирает строить отношения, или о юноше, с которым вашей должности. И самому исправлять свои ошибки, какие он допускает. Но с другой стороны, и не торопите взросление ребенка. Потому что очень часто мы говорим, ты же уже большой, ты должен это понимать. Тебе 11 лет, а ты до сих пор не знаешь, кем ты хочешь быть. А знаете, вот наша школа меня порой поражает. У них, значит, идет профессиональное разделение классов уже с 6-7 класса. Я вообще не понимаю, как ребенок в 12-13 лет уже может определиться, кто он. Кем он будет в будущем? Да не в 17 еще. Да не в 17 еще. Вообще вот то образование, которое было в советские времена, в коммунистическом, я вообще считаю классически верным и правильным, идеальным. Ну, практически идеальным. Конечно, есть минусы. Но то, что вот программа была нацелена на всех, то, что в классе учились все, будем так говорить, и очень талантливые звезды, и не совсем звезды. Ну, мы называем их болото. Которые могут подтянуться. Да, ну, по крайней мере, к болоту давалась возможность как-то подтянуться хотя бы до среднего уровня, а среднему уровню выйти на уровень звезд. Потом то, что там всем давалось, будем так говорить, один и тот же базис и в гуманитарных, и в технических науках. И тот, эта база могла каким-то образом потом в будущем уже повлиять на то, что, ну, вот, скажем, то, что Миша всю жизнь стал стихнарем. Первое образование техническое, но то, что была в школе достаточная база, участь с ним, понимаете, то есть, хотя я всю жизнь как бы была гуманитарием, да, это очень здорово помогло, Миша, в общем-то, как бы и в гуманитарной науке, в дисциплине как психологии нормально стать. Если я, у меня была база в школе математическая, это мне очень понравилось при написании научной работы, потому что там математические исследования еще те на уровне высшей математики. Три главы из 250 страниц и одна, попробуй. Это математические расчеты, понимаете, это обязательно. И это вот та моя база в школе, она мне очень помогла, потому что у меня была всегда пятерка по математике, я победитель многих олимпиад математических. И мне это очень помогло, хотя казалось, вы учитель английского математика. Знаете, как помогает в жизни умение математические, логические. Или как еще взрослые торопят взросление ребенка, мама снимает трубку, слышит голос одноклассницы своего ребенка и говорит, Леша, тебя, девочка, там девочка просто хочет уроки, домашние задания узнать, но Леша отложилась, если звонит девочка, это не просто, это что-то, значит, особенное. То есть вот это все мы вкладываем в своих детей, то есть вот элементы такого, знаете, агрессивно-наступательного отношения к жизни. Помогайте ребенку самому принимать какие-то решения. Однажды мы ехали с Надеждой в метро, и перед нами сидела женщина с маленьким, сколько он был, лет 5-6? И чувствуется, что мальчик только-только научился читать. Вообще, знаете, был классический такой прям пример. И вот, значит, они сидят, и этот мальчик смотрит так, вот смотрит на противоположную, значит, стену этого вагона. И читает, что там написано в литване. Мы там наглядываемся, думаем, что же он так смотрит. Что же он так внимательно? А там, значит, изображен дедушка, такой с бородой, такой. Добрый такой, с дедушкой, с внуком. С крюкой наперевес, а с крюка у него наперевес, этот дедушка говорит своему сыну. Если бы все хорошие люди мира собрались и убили всех плохих, в мире была бы гармония. И вот мальчик это прочитал. Ну, это реклама была, там, это, РНЕ-Союз, вот эти там. Да, ну, вот этой фашистской партии. И вот мальчик поворачивается к маме и говорит, мам, а ведь правда? Ведь если бы в мире остались только хорошие люди. Было бы хорошо. Было бы здорово. Знаете, мама, потрясающе, она меня восхитила вообще, эта мама. Она говорит, конечно, правда. И я думаю, что начать надо с твоего друга Вовки в детском саду. Ты же говоришь, он тебя сегодня прям так сильно обидел. Слушай, прям завтра надо вот его пойти убить. Мам, ты что, это же мой друг? Ну, как же, он же поступил плохо, значит, он получается плохой. Ну, нет, мам, нет. Но она говорит, ну, тогда давай убьем тебя. Ведь ты же тоже иногда поступаешь плохо. Ты же тоже себя плохо ведешь. Ну, давай тебя убьем. Я сижу, слушай, я замер, потому что... Вот, мальчик сидит, а потом говорит, мам, а что тогда он? Ведь в этом возрасте любой взрослый человек, с дедушкой с бородой, вообще для него... Да, принимай это как авторитет. Почему тогда он так говорит? Что тогда он? Надо убить всех плохих, потому что они хорошие. И так мама дала потрясающий ответ, она сказала так, вот, сынок. Поэтому, когда что-то ты услышал, сначала думай. А если сам не можешь подумать... Что-то ты не понял в том, что тебе сказали? Ну, прийди ко мне. К нам с папой. И мы пойдем думать вместе. Слушайте, восторг. Я вот так вот стою, я эту женщину так показываю. Вы знаете, вот когда видишь мудрых родителей, вы знаете, ну, сердце радуется. Вы представляете? То есть она не сказала, главное, слушай, все глупость. Это все фашистские выдумки. Это все, понимаете? Она побудила своего ребенка мыслить. Вот как здорово. И так вот, она в нем воспитывала, настойчивость воспитывает, неагрессивность. Что еще влияет на правильную, здоровую самооценку ребенка? Это ваши супружеские отношения. Причем в подростковом возрасте это особенно важно. Потому что здесь закладывается модель будущей семьи. Отношения отца и матери. Какие они отношения? Для него важно видеть стабильность, единство отношений родителей. Ему важно видеть единство родителей в границах. Единство родителей в отношении, в воспитании, в установке целей и задач. Вот я хочу зачитать сочинение, которое написала наша дочь Оля, когда она попала в втором классе. Им задали такое сочинение на тему «Буду ли я счастлива?» Вот это уже было на сочинение, мы его с тобой везде носим. «Буду ли я счастлива?» И вот наша дочь написала такое сочинение. Его читали у нас на классном часу, там еще куда-то выносили на прочтение. Многие люди то ли вовсе не находят, то ли находят, но не того человека, которого любят по-настоящему. Люди, которые женятся не по любви, не счастливы. А дети? Дети-то что? Ведь если их родители не счастливы, то и дети будут печальные. Ведь дети не виноваты в том, что их родители не счастливы. Меня очень волнует, какой у меня будет муж. Буду ли я счастлива с ним? Буду ли я его любить? И будет ли он меня любить? Мне так хочется иметь такого мужа, как мой папа. Мне приятно видеть, когда мои родители счастливые. И мне так хорошо, когда они не ссорятся. Я так люблю своих родителей. И я хочу так же любить своего мужа, как мама любит папу. И чтобы он меня любил так, как папа любит маму. Вы там уже верующие? Это девяносто... да. Ну, как видите, мы нормальные. И в то время мы ссорились. И в то время мы доставляли своим детям, естественно, неприятные минуты. Но, тем не менее, видите, как важно вообще для наших детей, вот наше и детство. Самое важное, что мы можем дать. Однажды у Нади с старшей дочерью какой-то конфликт произошел. Ну, по-моему, Надя то ли попросила дневник у Насти, ну, и была она в третьем или в четвертом классе. Дай там посмотреть, а там замечание какое-то было написано или еще что-то, или грязь какая-то была. Она так, ну на, возьми. И так бросила. А я это все видел. Я говорю, так, Настя, я тебе не разрешаю так разговаривать с моей любимой женщиной. Со своей мамой ты можешь сказать, как хочешь, но свою жену я буду защищать в любых случаях. Это моя любимая женщина. Я тебе не разрешаю так разговаривать с моей женой. И вы знаете... С кем угодно, но и с ним. Интересно, что Настя расплакалась, убежала, потом она попрощала про Синю у меня. И что меня поразило? У Миши. То есть, понимаете, вот такие вот моменты, они настолько воспитывают в наших детях правильное отношение к жизни. Если между супругами все хорошо, тогда оно пойдет в уважение к ним, как к папе с мамой. Для того, чтобы нам помочь друг друга быть едиными, вопросы к воспитанию, я попросил Надю сделать вот такой жест. То есть, когда я прихожу домой и вижу, что дети разбросали игрушки, или там как-то тебя плохо ведут, или еще что-то, во мне внутри все это закипает, и, знаете, я начинаю как-то очень усиленно так крепко воспитывать. И если в этот момент мне надо сказать, что ты что, какой злой? Скажите, это поможет мне стать добрее к моим детям? И все будет. Это у нас колокольчик подали. Поэтому сказал, Надь, когда я вот так себя веду, ты сделай так, вот я разговариваю, а ты мне так руку сверху положи просто свою на мою. Для меня это знак. Ты сейчас ведешь себя не так, как обычно, неадекватно. Остановись, подумай. И она ничего не говорит. Но для меня это знак. И я могу продолжить свою вот эту вот эмоцию выплескивать. А могу остановиться и понять. Ага. Со стороны это выглядит совсем по-другому. Стоп, Михаил, подумай. Я считаю, что угнев праведный, а со стороны... Он выглядит совсем иначе. И я сам ее об этом попросил, мне не на что обижаться. А ведь часто женщины себя ведут, знаете, как наседки. Вот их бедных цыпляточек обидели, они их защищают. И в результате рушится авторитет отца. В результате дети видят разобщенность мамы и папы. И ничего хорошего вообще быть в данном случае не может. То есть, вот такой же жест я выработал и для Нады. То есть, она мне попросила... То есть, я говорю, если, Миш, ты видишь, какую-то неадекватность моей стороны по отношению к детям, ну, чтобы придеть к ней и делать замечания, просто так, Миш, это так. То есть, это означает, даже такую я тебя люблю. Вот, такую. Вот, я когда это вижу в таком, знаете, вгне... То есть, советую тебе родителям выработать какой-то жест, там, я не знаю, там, пинуть под столом, три раза кашлянуть, там, или локтями пошевелить. Ну, сами подумайте, ну, чтобы... Или какое-то слово произнести, которое будет ключевым для этого человека. Остановись и подумай. И чтобы действительно это было единственное. Как? Соглинировать. Но пока давайте девятый вот вопрос. Что важно... Приучать ребенка к личной ответственности. И для этого нужно, опять же говорим, отказаться от сверхопеки. То есть, не суперопекать ребенка. Да, нужна забота, да, нужна защита. Но не должно быть таких вот... Спасительных мер. Спасительных мер, да. Мы говорим, направляйте, но не спасайте. Вот у ребенка проблемы с учителем, и мамочка тут же бежит, и к директору, своего ребенка, там, все, быстренько опекает. Вот мы рассказывали вот эту ситуацию с воспитательницей в детском саду. Да, конечно, можно было пойти, может быть, в некоторых ситуациях и нужно идти, собирать подписи, чтобы какого-то учителя, может быть, убирали. Бывают такие ситуации, потому что, скажем, вот у нас была такая ситуация, помню, с Олей. У них была учительница по валиологии, Оль приходит домой и говорит, папа, мама, завтра мне на валиологии нужна свечка. Ну, мы такие любознательные родители, говорим, зачем? Она говорит, ну, мы с помощью свечки будем подключаться к этим внеземным разумам, чтобы они нам помогли получить четверки в конце четверти. То есть, они занимаются на валиологии? Ну, это предмет такой жизнедеятельности человека. Вот. И мы пошли в школу, мы выяснили, что она действительно этому учит детей. Мы собрали подписи у родителей, мы... Всех обзвонили. Всех обзвонили, принесли директору. Мы отказались от этих уроков, от всех. Ее уволили из школы, но она потом пошла в другую, и там стала работать заучим по внеклассной работе. Мы там тоже предупредили. Но там никаких мер не приняли, это их проблема, в общем. Мы предупредили, мы сказали, что она делает то-то, то-то и то-то. Нам сказали, ну и что? Ничего в этом особенного нет. Но согласитесь, что если каждый раз на все, будем так говорить, такие тревожные сигналы наших детей, мы будем реагировать вот таким образом, то есть, надо каким-то образом различать, где ребенок сам справится, а где нам нужно конкретно вмешаться. Ну, или вот, когда, скажем, сейчас в трудовые лагеря. Сейчас, правда, они начинают отменяться постепенно, но, тем не менее, они еще есть, что дети ездят. Или просто в молодежные лагеря, раньше были пионерские. Вот мамы, папы боятся отпускать туда детей. Там водка, там мат, там флир, там секс, там то. Все, что угодно. Там все, что угодно. Что делают тогда родители? Таким образом, они свои детей стараются спасти от мира всего грешного. Ну, скажите, можно ли наших детей спасти от контактов с этим грешным миром? Невозможно. Вообще никак невозможно. Наша задача направить их, наставить их. Понимаете? Я помню, как одна женщина нам рассказывала, своего сына она откупила как-то от трудового лагеря. Ну, там, купила справки, чтобы на него не посылать, не забирали. У него там такое заболевание, вот этим он еще может заболеть. В общем, он... Откупила его. Да, в этот лагерь он не поехал. И они собрались родители, ну, на работе на своей, и организовали такой палаточный лагерь на берегу реки. Дети из благополучных семей, благополучные дети. И там один родитель постоянно находится с ними. То есть, они между собой поделились смены, как бы, вот так. То есть, допустим, в понедельник ты берешь отгул, и ты сидишь с детьми. Во вторник я беру отгул, в среду ты, и по очереди они дежурят. В общем, очень хорошее начинание вообще, знаете, мне это даже понравилось. Обычные светские организации, вот они строили вот такой вот летний лагерь для своих семей и детей. Вообще изумительное. Самая даже мысль изумительная. Нам даже, может быть, стоит взять на вооружение. Но что интересно, в этом благополучном лагере... В первый же день к ее сыну подошел... Благополучный мальчик. Благополучный мальчик и предложил наркотики. Понимаете, то есть то, чего она боялась в неблагополучных лагерях, да? Она получила здесь. И ее сын, мало того, что он отказался... Дал отпор этому ему. Он сказал, я должен пойти к старшему и сказать о том, что ты сейчас сделал. Он пошел и сказал. Понимаете, многие говорят там, сачок, в ней как это, стукачок. Стуканул типа, да. Вот особенность, когда мы это рассказываем молодым людям, говорят, что вы там, стукачество нам тут это... Пропагодируйте. Подождите, это не стукачество. Он его предупредил. Стукачество делает за спиной и тихо. Это не стукачество. Это выведение на свет того порока, которым мог бы заразить вот этот человек. Всех детей. Если бы на этом все и кончилось, на их разговоре вдвоем, он бы не стал стучать. И мы считаем, что если бы это был не наркотик, а просто там, ну, там, стукнул он его. Конечно, за это жаловаться, ябенчить и стучать не надо. Тут надо решать самому отпор, конечно. Один на один. Но вот этот наркотик, который предлагался, он отказался, он пошел предлагать другому. А это уже нужно предупреждать взрослого. То есть в опасности были все дети. И этот парень взял на себя ответственность, чтобы опасность предотвратить. И это здорово. И та женщина говорит, я просто поняла, что я не могу полностью, вообще, стопроцентно контролировать своих детей. В какой-то момент действительно их нужно отпустить. И отдать Богу. И отдать Богу. Но до этого момента, конечно, чтобы мы родители уже успели вложить в своих детей, вот это вот, вот что мы перед этим говорили. Жизненное убеждение. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Для того, чтобы воспитать личную ответственность, конечно, нужно оказывать разумную помощь. Не сверх и не менее. То, которая нужна. Побороть страхи у ребенка. Помочь ему в каких-то трудных ситуациях. Дать ему нужный совет. Может быть, даже и поддержать. Может, в чем-то помочь. Это обязательно надо. И самому быть примером ответственного человека. И быть примером ответственного человека. Вот вы знаете, когда к нам приходят на предборочное консультирование, вот на самом первом нашем, в нашей первой встрече, мы задаем такой вопрос. Есть ли у вас интимные отношения? Ну, по интимным отношениям мы будем сегодня, начнем об этом говорить. Мы понимаем не только секс как таковой, не только половой акт, но и петинг. То есть такие активные ласки. Петинг – это ласкание друг к другу подойдет. Заведение дорогого. Ну, в принципе, это даже можно не спрашивать. Вы знаете, вот когда мы этим начались, видимо, Господь нам дал видение. Вы знаете, вот они только пришли, мы их первый раз видим. Мы уже точно знаем, что у них есть. Или этого у них нет. По их взгляду, по отношению, по словам, которые произносят. Вот настолько видно, что этих людей-то есть, вот это вот на уровне какой-то, знаете, вот пятого, там, восьмого чувства, да? Вот. И мы сразу говорим, знаете, вам нужно от этого отказаться. Если вы от этого не отказываетесь, мы с вами предборочные результаты не проводим. Мы даем им там специальную, вот, бумагу там подписать. Называется обещание порочности. Да, обещание порочности. Ну, там у нас целая такая программа, вот, проведение предборочного консультирования. Вот. И если потом эта пара, ну, скажем, перестает нам приходить, мы понимаем, что они продолжают практиковать, а потом мы видим, что они собираются жениться, и уже один из пасторов собирается их благословлять, мы подходим к этой паре и говорим, ребят, мы видим, что у вас этого не прокращено. Но так как мы владеем этой информацией, выбирайте одно из двух. Либо мы идем сами к пастору и говорим о том, что вы не должны их благословлять. Что у вас есть добрачные отношения, и вы занимаетесь грехом. Вы сначала должны избавиться от этого греха сейчас. То есть вы не можете сейчас быть просто в церкви благословлены, потому что церковь несет ответственность за тот грех, который вы изначально уже сейчас от него не освобождаетесь. Либо это делаете вы сами. Выпирайте. Но эта информация не должна быть спрятана. Мы ею владеем. Мы не будем об этом говорить перед всей церковью, мы не будем разносить об этом, всем рассказывать, что вот вы такие сякие. Мы скажем об этом пастору. И он пусть решает. Либо идите выкат. То есть знайте об этом. То есть это мы делаем всегда. Можно нас осуждать или нет, но мы это делаем. И обратная сторона вопроса. Если пара пришла, и у них это есть, и они раскаялись. И мы им сказали, что это нужно прекратить. И они прекращают. Они раскаялись, они покаялись перед Богом, друг перед другом. И мы потом увидим во время консультации, что действительно у них чистота. То обещание, которое они подписали друг перед другом, перед Богом, выполняется. Об этом ни один человек в нашей церкви не знает. И часто нам пастора говорят, вы должны нам сказать, ну и грех был. Мы должны их отлучить сначала от церкви, а потом обратно принять. И вообще, мы просто должны быть в курсе. Почему это вы какие-то там консультанты в курсе, а я вот там пастор. Не знаю, что творится в церкви. Мы говорим так, стоп. Что оно говорит в Священном Писании? Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуют грехи, то он будет очищен. Все, все. Все наши грехи и очистят от всякой неправды. И потом, как должно быть обличение? Сначала один на один. Человек исправляется, все, ты никуда не несешь. Если человек исправился, то ты приобрел брата своего. Все, никто больше об этом знает. И он уже чист перед церковью. О чем говорить-то церкви? Ребята, он чист. А мы об этом и говорим. Зачем говорить, что был грязи? Все, перед Господом он чист, не надо ничего вспоминать. Понимаете, то есть вот эти вот вещи. Но это наша позиция. Может быть, она у вас другая. Мы вот как бы высказываем ту позицию, на которую мы выработали опытом. Мы видим, что это работает. И это вот личная ответственность, к чему мы должны приучать и нашего ребенка, и, в частности, те вот пары, которые к нам приходят на консультирование. Личная ответственность. И для этого самому надо быть ответственным человеком за тех людей, с которыми наш Господь по жизни, вот будем так говорить, сталкивать и сводит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!